Вот у нас бутылка, заполненная хлором. Мы сейчас проведем реакцию, добавим к ней бутана в соотношении 1 к 10, то есть чтобы весь хлор заместил, чтобы все водороды были замещены бутаном. Это 45 мл бутана. Вот мы заполняем шприц. Опускаем трубку до дна, резко выдуваем, вынимаем и энергично перемешиваем. В отличие от предыдущих полб, эта полба сухая. То есть там образующемуся хлорубодороду поглощаться не в чем. Ну пока ничего. Может чуть-чуть вот становится послабее. Но смотрите-то, внутри видите, у нас была сухая бутылка, а сейчас бутылка стала мокрая. То есть там какая-то мутная настенка, как будто какие-то капельки. Я себе могу, вот с этой стороны зайти, посмотреть. Это такая ощущение, что настенка наседает какие-то капельки. Но напоминаю, что продукты хлорирования у нас жидкие, поэтому в общем ничего мудреного в этом нет. Вот, но скорее всего все-таки избыток хлора, то есть скорее всего у нас в таких условиях, ну как, у нас образуются какие-то там D3-4 тетрахлоропроизводные. Вот, и они скорее всего оседают и дальше не хлорируются. Ну вот яму уже, правда, там уже яму, какой-то туман в этой бутылке. Ну да, я думаю, что если бы на дне была вода, то скорее всего будет сплющивание. Вот, ну и опять-таки процесс идет довольно медленно. Движение дыма, да? Классный вид движения дыма. Я не знаю, видно ли в камеру. А, ну мне даже страх, потому что с камеры видно. Вот видите, 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 видите. То есть процесс все-таки идет и идет, он именно, а, чуть-чуть, чуть-чуть приключивается. Главное, что не разогревается ничего. Почему? Вот там чуть-чуть включится. То есть у нас получается из 10, из 11 объемов остается 10. Почему она при этом не разогревается, а даже немного охлаждается, вот это для меня, честно говоря, загадка. Потому что вообще, по идее, эта реакция вроде как экзотермичная. Ну вот, похоже, там уже процесс прошел, то есть все, что там образовалось, оно потихоньку оседает на стенах. Видите, у нас все-таки зеленый цвет хлора остался. То есть это значит, что все-таки не весь хлор прореагировал с бутаном. То есть не все водороды заместили, в бутане заместили. Освещаем ярким светом бутылку, в которой хлор с бутаном в соотношении 2 к 1, но при этом туда наплевали марганцовкой с соляной кислотой. Сдувает. Смотрите, товарищи, почему-то бутылка сдувает, сплющивается. Почему у нас сплющивается бутылка, я не знаю, мне интересно. У нас бутылка разогревается и, прошу заметить, сплющивается. Вопрос, почему она разогревается и сплющивается? Потому что давление остается одинаковым. Значит, в эти давление, там получается давление падает в бутылке. Было видно, как сплющилась эта бутылка. Подведи еще. Каково агрегатное состояние реагентов в этой бутылке? Газообразное. Каково агрегатное состояние продуктов? Газообразное. Нет. Нет. Хлор бутаны все, они жидкости. А аж хлор газ. Но у вас там вода над ней, черт возьми, а аж хлор в ней, скорее всего, растворяется. Аналогично. Здесь у нас бутан с хлором в соотношении один к одному вертикально. Сейчас он раздулся и он тепленький. И хрустит. И похрустывает. И тепленький, и раздулся. Каково сплющит. Кстати, обратите внимание, реакция довольно медленно идет. Так что... Телефон. Так что, я не могу. Так что, я не могу. Так что, я не могу. Продолжение следует...